Занятия в крышке английского языка для школьников со 2 по 8 класса теперь проходят в новом формате. Уже год на территории Михайловской школы-интерната реализуется проект «Подари знания». В основу занятий легли адаптированные программы Кембриджского университета и игровые интерактивные методы обучения. Мы вообще хотим показать детям, что английский это больше чем школьный предмет. Они обычно как раз учатся ради оценок, ради экзаменов, ради того, чтобы родители сказали, что вы молодцы. Мы хотим показать, что это большой пласт культуры, что если они заинтересуются языком, это открывает для них большие перспективы и в карьере, и в хобби. Подтолкнуть детей к получению востребованной профессии и саморазвитию – основная цель проекта «Подари знания». Его идея родилась несколько лет назад. Авторами стали активисты Центра развития молодежи и детей «Пламенный», которые курируют Лесноконобеевскую школу-интернат. Несколько лет мы туда выезжали и дарили детям подарки на Новый год. И в один момент мы поняли, что сумма, которую мы тратим на подарки, соизмеримо с той суммой, что открыть в каком-то интернате секцию. Реализовать проект удалось благодаря гранту президента России на развитие гражданского общества. Его предоставил Фонд президентских грантов. Старт был дан в декабре прошлого года. Секции танцев, лучного боя, робототехники, инженерного программирования, английского языка начали работу на территории пяти образовательных учреждений, находящихся в отдаленных уголках Рязанской области. Это СОШ-Рязанские сады, Чапаевская, Костинская, Лесноконобеевская и Михайловская школы-интернаты. На первом этапе занятия вели партнеры проекта, затем нашли преподавателей на местах. Их обучили всем нюансам новых образовательных курсов, таким образом решив кадровый вопрос в регионах. Эти преподаватели были очень квалифицированы, мне очень понравилось с ним заниматься. Они относились ко мне, ну, как к ребенку. Это было как раз и есть плюс, то, что я был, так сказать, учеником, а не учителем. И вот это был как раз главный плюс, что я понимал, что от них требуется и что я должен требовать от детей. За год стало понятно, что благодаря новой технологии ребята стали лучше запоминать слова и охотнее выполнять задания. Феруза Федоткина мечтает работать с детьми и, когда вырастет, уже хочет вернуться в родной интернат в качестве учительницы английского языка. Мне стало очень легко, раньше не могла справиться, а сейчас у меня даже не говорят, я могу диктовку написать все. Помимо знаний, ученики Михайловской школы-интерната получили новые наглядные пособия – словари, учебники, компьютер и принтер. Также инвентарь и оборудование, необходимые для занятий, переданы во все образовательные учреждения, участвующие в проекте «Подари знания». Стоит отметить, что реализация проекта продолжается, активисты будут рады сотрудничеству с новыми партнерами. Обсудить детали можно по телефону 992-963. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».